Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно, по традиции, мы с вами начинаем видео обзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. А сегодня на календаре 13 июня и киевское время 19 часов. К сожалению, сегодня ночью случилась очередная трагедия. Трагедия очередная, потому что нет предела зверствам расистов, которые они творят на нашей земле. Сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной ракетный удар по Украине, но он опять имеет свои особенности. Враг применил 14 крылатых ракет типа Х-101, Х-555, это воздушное базирование ракеты с акватории Каспийского моря. 10 из которых были уничтожены противовоздушной обороной, а 4 ракеты, к сожалению, достигли своей цели. Также нанес враг авиационный удар четырьмя шахедами, из которых был сбит нашими силами противовоздушной обороны только один. Самая главная трагедия случилась в городе Кривой Рог. Там ракета попала в жилой пятиэтажный дом. Конечно же, дом практически в середине огромнейшее разрушение. Все обвалилось и пожар с перо по пятый этаж. В результате, сейчас идет спасательная операция, она до сих пор продолжается. В результате попадания ракеты в жилой дом, в Кривом Рогу, на данный момент числится погибших, точнее не числится, а погибло, констатирован факт, погибло 10 человек, 28 раненых. Из них 12 тяжело раненых и трое в крайне тяжелом состоянии. Вот 7 человек, из чего вероятно остаются под завалами этого здания. Вот такая трагедия сегодня ночью произошла в городе Кривой Рог. Еще раз повторю, спасательная операция продолжается до сих пор. Пожар локализован, но разбор завалов еще не закончен. Поэтому количество жертв может измениться. За прошедшие сутки российские оккупанты применили еще две крылатые ракеты морского базирования «Калибр» по жилым районам на Харьковщине. Это вчерашний день этим ознаменовался. Кроме того, враг нанес 31 авиационный удар и совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня. По позициям наших войск и населенным пунктам вблизи линии фронта или в прифронтовой зоне. Претерпела разрушение и военная гражданская инфраструктура, имеется в виду на линии фронта и в прифронтовой зоне. В частности, в результате обстрела города Белополе Сумской области и Шевченково Харьковской области уничтожены были жилые дома. Также российские террористы сбросили на город Орехов Запорожской области три управляемых авиабомбы. Был нанесен авиационный удар в Запорожской области. Погиб один гражданский, разрушены частные дома. В результате авиаудара по Авдеевке ранены гражданские и поврежден дом культуры и жилые многоэтажки. Вот такое последствие авиационных и ракетных ударов со стороны российских оккупационных войск. Вероятность нанесения ракетных авиационных ударов продолжает оставаться высокой. Противник применяет, ну сразу отвечу на вопрос, почему вот то сбивали мы почти 90, 100% ракеты шахедов сегодня меньше. Противник ищет новые способы применения по нам как ракетного вооружения, так и шахедов. Программируются маршруты, когда ракета начинает петлять. В буквальном смысле этого слова. Ракеты и дроны и камикадзе чаще меняют траекторию. То есть маршрут заложен таким образом, ну будем говорить сложный маршрут, когда они маневрируют в воздухе. И поэтому отследить и используют складки местности, используют естественные низины, маскируясь под какие-то возвышенности и так далее. Вот, что усложняет, крайне усложняет их поиск в воздушном пространстве для радиолокационных средств. И естественно их уничтожение. Почему? Потому что, как бы мы ни старались, у нас самая большая страна в Европе. И соответственно плотность средств ПВО и противоракетной обороны, ну явно недостаточная для такой большой страны. Поэтому в этот раз, видите, три ракеты и пять шахедов, к сожалению, добрались до тех целей, по которым они были направлены. Что касается линии фронта и боевых действий на них, противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. Продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки в этих двух областях произошло 26 боевых столкновений. По оперативным направлениям, Волынское и Полесское направления, тут оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок врага на территории Белоруссии мы не наблюдаем. На полигонах Белоруссии продолжаются находиться отдельные части вооруженных сил Рашидской Федерации, которые проходят там подготовку. После отмобилизования и укомплектования они проходят там подготовку и боевое слаживание. После чего отправляются в Украину на линию фронта. Северские и Слобожанские направления. Здесь противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах практически в каждой из областей. За прошедшие сутки совершал минометные артиллерийские обстрелы населенных пунктов в Сумской, Черниговской и Харьковской областей. Авиационных ударов не зафиксировано. Зато наша разведка зафиксировала прибытие в Брянскую область из состава вооруженных сил Рашидской Федерации дивизион противокорабельных ракетных комплексов БАУ. Который способен запускать ракету Х-35 и ракету Х-35У. С дальностью, ну тут заявленная дальность в официальном сообщении 260 и 500 километров. Ну я вам чуть позже в разделе вопросы и ответы там расскажу об этом комплексе более подробно. И о тех ракетах, которые он применяет тоже более подробно. На Купинском и Лиманском направлении здесь противник вел безуспешные наступательные действия в районах Веселого, это Харьковщина, и в районе Белогоровки, это Луганская область. Наносил авиационные удары, успеха не имел, понес потери и отступил на исходные позиции. На Бахмутском направлении здесь мы продолжаем продвигаться вперед, освобождаем нашу территорию постепенно. Вот, кстати, на Бахмутском направлении, я так понимаю, там силы, в основном силы обороны при усилении 3-й отдельной штурмовой бригады от оборонительной операции на отдельных участках оперативного направления перешли к контрнаступательным действиям. Бои идут к юго-западу от Берховки. Очень ожесточенные бои. Противник очень медленно отходит под ударами наших войск. К западу от Клещиевки идут бои. Ну и надо отметить, что за прошедшие сутки на Бахмутском направлении наши войска продвинулись на 250 метров вперед в районе Берховского водохранилища. Вот такая обстановка. Еще интересный такой момент, что зафиксировано на Бахмутском оперативном направлении, зафиксировано появление пехоты 80-го танково-краснознаменного полка армии Рашистской Федерации. Самое интересное, что этот полк пришел на тот участок фронта, где ведет боевые действия наша 80-ка, знаменитая 80-я бригада. И так получилось, что 80-й полк сейчас воюет против нашей 80-й бригады. Авдеевское направление. Противник проводил наступательные действия в направлении Авдеевки. Успеха не имел. Возобновил бои в районе Веселого. Усилия прилагают неимоверные. Пехоты не жалеют совсем. Они пытаются, я так понимаю, что Авдеевку используют на сегодняшний день в качестве отвлекающего удара. Потому что в бой брошено все, что можно было бросить в бой. Все на авдеевском направлении. Рашистское командование бросает в бой, пытаясь как-то сдвинуть линию фронта. Ничего не получается. Все атаки отбиты. Несут огромные потери в личном составе. Несут потери в технике. Но при этом, наверное, пытаются, точнее, даже нельзя сказать, что повторяя, пытаются повторить вариант Пахмута. Но нет Пригожина, нет ЧВК. Поэтому российская армия оказывается намного слабее по боеспособности, чем наемники Вагнера. Поэтому успеха не имеет никакого. Но! Вот как работает российская пропаганда? Ярчайший пример. Для того, чтобы удовлетворить руководство, московское руководство. Мы, кстати, подозреваем, наша разведка приходит иногда к выводу, что информация от окопа, от солдата до маршала, фанерного ихнего по фамилии Шойгу, очень сильно искажается. Очень. Реально командиры среднего и среднего звена искажают информацию, не докладывают реальной обстановке. Почему? Потому что боятся в ответ получить по голове. Ну, это старый советский метод, что все хорошо, рапортуют, а потом оказывается, что все совсем не то, что нехорошо, а все совсем плохо. И не соответствует действительности. И те распоряжения, которые возвращаются потом оттуда сверху, их выполнить физически невозможно. Так вот, чтобы удовлетворить начальство на Авдеевском направлении, показать величайшие успехи, что делают с помощью военкоров российских, снимают кино. Настоящее кино, в котором эпизод, где якобы личный состав 110-й отдельной механизированной бригады сдается в плен. Рядами и колоннами наши военнослужащие якобы идут и сдаются в плен. Данное видео является полной постановкой, точно так же, как было предыдущее видео с 53-й отдельной механизированной бригадой. То есть, это постановочные видео, которыми они пытаются ублажить свое начальство, для того, чтобы... Так что, если встретите на просторах интернета, а сейчас военкоры будут его раскручивать, российские, это видео, ну, вы должны знать, что это постановочное видео. Так же противник наносил авиационные удары на Авдеевском направлении, по самой Авдеевке и по населенному пункту Северное. Марьинское направление. Тут наши защитники отразили 14 вражеских атак в самой Марьинке и в районе города Марьинке. Противник наносил авиационные удары по Старом Михайловке и Красногоровке. Но ни одна атака успеха не принесла, поднес потери и враг в личном составе и вернулся на исходные позиции. Отвечая на вопрос, там в комментариях было, типа так, Марьинка под чьим контролем? Если туда заселяются представители Кавказа, то значит она контролируется расистскими войсками, если Кадыровцами, если она контролируется ВСУ, то как они могут туда заселяться? Я внимательно слушаю, что я говорю. И это не только. Марьинка держится 15 месяцев. За 15 месяцев противник смог дойти только до... Там небольшой населенный пункт, буквально 2 километра на 1 километр, по-моему, даже если не меньше. Так вот, за 15 месяцев расистские войска смогли дойти только до центра Марьинки. Она на сегодня находится... Она разделена на линии фронта пополам. С восточную половину Марьинки контролируют расистские войска. И вот туда заселяются Кадыровцы, Ахмат-Чай, как его называют наши военные. А западную окраину Марьинки контролируют вооруженные силы Украины. Контролируют силы обороны Украины. Вот поэтому там и идут ожесточенные бои в центре города. Город контролируется двумя противоборствующими сторонами конфликта. Далее появляется новое направление, Бердянское. Оно для ориентировки, это, в принципе, бывшее шахтерское направление. Основу этого направления это угледар и прилегающие к нему линии, районы, точнее, линии фронта. Так вот, на Бердянском направлении само направление должно вам подсказывать, куда направлены на этом направлении усилия наших войск. Так вот, на Бердянском направлении наши войска освободили населенный пункт Макаровка. Враг продолжает находиться, удерживать равнополе. Это они сейчас, это населенный пункт равнополе, прилегающая к нему территория, практически находится в полуокружении, потому что с восточной стороны от равнополе наши войска продвинулись на глубину до 10 километров, а с западной стороны мы там тоже освободили населенный пункт и тоже успешно продвигаемся в южном направлении. И поэтому равнополе сегодня находится в таком бы, я бы сказал, уже полукольце. Будет ли штурм... Само равнополе расположено на возвышенности, поэтому я, наверное, так думаю, что штурма не будет. Скорее всего, наши войска либо выдавят оттуда артиллерии и угрозой окружения, либо просто наша артиллерия уничтожит группировку или группу российских войск, которые сегодня находятся в населенном пункте равнополе. Так что вот такое вот. На Бердянском направлении за прошедшие сутки нашим войскам удалось продвинуться от 500 метров до 1 километра. У общей сложности за сутки была освобождена территория площадью, взята под контроль наших войск, территория площадью до 3 квадратных километров. Запорожское направление. Здесь наши войска продолжают атаковать противника, но противник пытается собрать силы, подтянуть резервы и для того, чтобы попытаться нанести контрудар либо во фланг наших войск, либо, ну, может быть, в лоб. Как они примут, не знаю. Сейчас на Запорожском направлении бои продолжаются севернее Работина, Вербово и южнее Лобково. Вот эти три населенных пункта, которые примерно, примерно, еще раз повторяю, обозначают линию фронта. Но так как мы ведем контрнаступательные действия, линия постоянно движется, поэтому сказать, что вот на ней все остановились, это ничего не сказать. Также на Запорожском направлении в результате ракетного удара, высокоточного ракетного удара, нашим войскам удалось уничтожить штаб 35-й общевойсковой армии Рашистской Федерации. Ну, это... В результате этого удара погиб начальник штаба армии генерал Горячо. Личность известная тем, что он где-то в период с 16-го, по-моему, или с 14-го года по 18-й находился в Приднестровье. Там отметился тем, что разворачивал, активно разворачивал агентурную сеть главного разведывательного управления, укреплял офицерский состав группы рашистских войск Приднестровья и пытался, довольно активный генерал, пытался, был, пытался раскачивать ситуацию даже в самой Молдове. Тогда был период, когда там митинги они проводили и на территории Молдовы через агентуру, через своих агентов. Вот такой. Но 35-я армия прибыла в Украину с Дальнего Востока. Это Дальневосточная, по-моему, Амурская, если мне не изменяет память, Амурская армия. Вот она прибыла аж оттуда. И теперь вот такая вот с ними случилась, такая случилась с ними неожиданность. Штаб армии, командующей армии пока точных данных нет, наша разведка проверяет, но есть информация, что он либо, что он ранен, либо контужен, либо ранен. Вот этот момент уточняется. Сейчас, а начальник штаба погиб, около 20 офицеров штаба армии погибли в результате или получили ранения различной степени тяжести. И сейчас военное руководство шерстит по штабам армии, которые находятся в Украине на оккупированных территориях и собирает, быстро собирает офицеров, которые могли бы прибыть в штаб 35-й армии и заменить их. Очень хорошая ситуация. Фактически, армия сейчас парализована, не деморализована, а парализована в контексте системы военного управления. Главный генерирующий распоряжение и приказы военный штаб, штаб армии фактически ликвидирован. Пока они его восстановят или когда они его восстановят, ну, ситуация на фронте меняется каждый час. Так что, очень-очень хорошая информация для нас и от наших ракетных войск и артиллерии. Херсонское у нас остается направление. На Херсонском направлении противник продолжает обороняться, совершает артиллерийские обстрелы. Я уже вам вначале сказал, что наносит авиационные удары. К сожалению, три вот этих планирующих бомбы было сброшено и российская артиллерия продолжает нанесение огневых ударов по территории Херсонской области. Понятно, что там войск минимум и в основном все удары приходятся на гражданские объекты и населенные пункты. И как несмотря на то, что мы начали контрнаступление, да, мы констатируем уже, что контрнаступление идет, но я не скажу, что оно идет полным ходом, оно начинает развиваться. Мы сейчас на первом этапе. Сейчас идет самый главный этап, от которого будет зависеть все дальнейшее контрнаступление. Мы ввели в бой первый эшелон, мы проверяем на стойкость обороны и прочность нашего врага и ищем его слабые места. Как только места будут определены слабые, вполне возможно, как только появятся бреши в обороне противника, тогда, скорее всего, тогда наш генеральный штаб начнет ввод в бой основных сил. По данным разведки, в том числе и наших партнеров, на сегодняшний день российский генеральный штаб, вот первый этап это игра генеральных штабов, это противостояние, кто кого переиграет. Помните, мы об этом с вами уже говорили в зимней кампании, игра генеральных штабов, кто кого вытянет быстрее. Так вот, по данным разведки, и в том числе западных разведок, на сегодняшний день, российский генеральный штаб, то есть Герасимов, израсходовал 90% своих резервов. Так что, я думаю, что додавливать осталось совсем немного. И это, в принципе, подтверждается ситуацией на фронте. Но, тем не менее, наше Министерство обороны информирует о том, что враг делает все, чтобы удержать захваченные им позиции, то есть, те линии обороны, которые они построили, кстати, в Запорожской области считается самая крупная, глубоко эшелонированная, в три эшелона построенная линия обороны со времен Второй мировой войны. Таких линий обороны, даже во Вторую мировую войну, по масштабам, таких линий обороны не строили. Третья линия обороны в этой системе, это так называемая линия обороны Суровикина. Когда он командовал группировкой войск расистских войск в Украине, вот он эту линию и вроде бы как проектировал. Посмотрим. Но, тем не менее, первую линию обороны практически мы смяли. Есть уже информация, что где-то мы и прорываем и уже и вторую линию обороны, несмотря на все перипетии, которые нам приготовил враг. Так вот, дальше продолжу, что Министерство обороны Украины информирует, что враг активно применяет штурмовую армейскую авиацию, ведет интенсивный артиллерийский огонь из той артиллерии, которая осталась у него, потому что потери артиллерии разведка оценивает более 50% у врага. Наши войска при наступлении сталкиваются со сплошными минными полями, это огромная проблема для нас, которые соединены с противотанковыми рвами, то есть либо ров, либо минное поле. И то одно переходит в другое. Очень сложно продвигаться. Все это сочетается с постоянными контратаками вражеских подразделений на бронетехнике и массовым применением птуров и дронов Камикадзе. Резервы, те резервы, которые еще есть в распоряжении Рашистского генштаба, сегодня сосредотачиваются или подтягиваются на линию Урожайное, Новодонецкое и Новомайорское. Видите, мы в этом плане, в плане разведки мы все видим, все знаем и это помогает нашему генштабу принимать правильные и своевременные решения. Вот это что касается боевых действий. Но тем не менее Рашистские оккупанты особо не унывают пока что, к сожалению. Они продолжают, особенно на оккупированных территориях, продолжается геноцид в отношении наших граждан и идет принудительная паспортизация, продолжается в частности Мелитополь, который уже можно сказать почти прифронтовой город, еще немного и будет слышать артиллерийскую канонаду в Мелитополе. А вот эти местные гауляйтеры назначенные Рашистскими оккупационными войсками продолжают издеваться над гражданами и везде требуют предъявления Рашистского паспорта. Активно угрожает родителям, особенно даже вот используют такой момент, сейчас закончилась школа, выпускные классы, детям надо получать аттестат об окончании школы, да, они не выдают аттестаты, пока не будет паспорта у детей и родителей. Детей, которые достигли возраста получения паспорта. Даже вот такие средства используются или способы для давления на принудительную паспортизацию. В Херсонской области российские захватчики активно вывозят награбленные имущества из затопленных населенных районов. Там ну вот это лицо русского мира, как я называю, они снаряжают целые зондеркоманды, которые мародерят по затопленным домам. Они плавают, передвигаются на лодках и выгребают все, что можно из домов выгрести. Грабеж идет просто, мародерство идет просто страшно. Если здесь, в Киевской области, они ходили, тут не было затопления, они ходили по домам и выбивали дверь каждой квартиры, в каждом многоквартирном доме, то там они не гнушаются даже тем, что дома затоплены, это все в воде, они все равно все вытаскивают и все это грузят и вывозят машинами. Грузовиками все это вывозится. Вот в частности в Голую Пристань под видом гуманитарной помощи прибывают пустые грузовики. То есть якобы идет колонна гуманитарки, на самом деле это просто идут бортовые машины для погрузки награбленного имущества. Причем ну еще раз говорю не гнушается бытовая техника и затопленное все вынимают эти стиральные машинки, там посудомойки, что они там еще грибут, микроволновки и грузят и вывозят. Типа потом посушим и все будет хорошо. Вот мебель другое ну все что все что могут все тянут. Вот такая вот ситуация особенно в районах затопления Херсонской области. Далее авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 9 авиационных ударов по районам сосредоточения личного состава и техники противника и 4 удара по зенитно-ракетным комплексам врага. Также наши воины уничтожили вертолет К-52 вчера был сбит и беспилотник оперативно-тактического уровня типа Орлан-10. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 3 пункта управления войсками ну один из них я вам уже рассказал штаб 35-й армии 2 зенитно-ракетных комплекса район сосредоточения личного состава врага и 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях. Всего за прошедшие сутки силы обороны Украины ликвидировали личного состава врага 470 человек уничтожили 4 танка 6 боевых бронированных машин 20 артиллерийских систем 1 вертолет 1 средство ПВО 2 беспилотника оперативно-тактического уровня 2 автомобиля и 1 единицу специальной техники Вот такой урожай собрали силы обороны за прошедшие сутки И так сложилась оперативная обстановка на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона Ну а мы на этом как бы военная часть обстановки закончена и мы поговорим с вами немного о военно-политической составляющей или обстановке которая происходит в Украине и вокруг нашей страны И начать я хочу с новости которая ну должна наверное хоть немножко отрезвить граждан граждан России особенно тех у кого есть мобилизованные в семьях или военнослужащие Очень много было разговоров о том что заградотряды помните мы говорили у нас были у нас есть показания пленных вагнеровцев о том как расстреливали там перед строем публично за отказ выполнять приказ или за отказ идти в атаку заградотряды из Росгвардии ставили там сзади под тех участков фронта где воевали наемники вагнеровцы да а сейчас вот мы нашли появилось реальное доказательство о том что заградотряд это абсолютно нормальное явление в рашистской армии и расстрелу подлежат все кто побежал с позиции открывает огонь на поражение ничего не разбирая просто уничтожает только солдат или военнослужащий выскочил из окопа и побежал его сразу же за линии обороны его расстреливают первое мы получили доказательства наши дроны смогли заснять видео оно есть на просторах ютуба рекомендую его посмотреть как группа российских военных покинув свои позиции бросив оружие просто бежит спасаясь бегством от от огня наших наших войск и тут из лесопосадки выходят люди все как во второй мировой войне они хорошо вооружены у них в основном РПК ручные пулеметы и они с этих ручных пулеметов просто в упор расстреливают бегущим именно встречу российских солдат положили всех и спокойно ушли опять в посадку все вот вам но это еще полбеды дело в том что к нам попали в плен видимо те кто успел увернуться от этого расстрела приняли решение что лучше остаться в окопе и сдаться в плен силам обороны или вооруженным силам Украины и у нас есть теперь пленные плюс сработала наша разведка и у нас теперь есть пленные с обоих сторон этого будем так говорить противостояния тех кого расстреливали сдались в плен и тех кто расстреливал взяли в плен вот я бы так это сформулировал и у нас уже есть официальные показания что СБУ допросило российских пленных и получило что один из них пулеметчик отдельной роты комендатуры Федеральной службы безопасности России возглавлял этот пулеметчик возглавлял заградительный отряд его главной обязанностью было не дать роте штурм Z отступить со своих позиций приказ был при их отступлении бить на поражение это зафиксировано документально второй пленный это тот самый штурмовик из роты Z он боялся что его убьют свои же то есть он увидел что расстреливают свои же поэтому где-то нырнул в окоп и когда зашли наши наши бойцы в эти окопы на эти позиции он вышел с поднятыми руками и он рассказывает что их предупредили что им сказали в случае бегства что сзади стоят заградительные отряды расстреливают все кто будет убегать вот такая вот ситуация и всю эту картину которую я вам описал удалось заснять на видео она есть на ютюбе наберите работа заградотряда и посмотрите как в действительности работает заградотряд это касается ну как своих не бросаем своих расстреливаем чтобы не достались как беспреданницы не доставайся же ты никому ни врагу ни нам вот такой одноразовый солдат получается в рашистской армии далее российская пропаганда российская пропаганда 2-3 дня была в ступоре они не знали что говорить в первые дни нашего контрнаступления они растиражировали удачно снятое видео где наша колонна выдвигающаяся колонна попала под огонь российской артиллерии там были вот я напомню там 5 брэдли и 1 леопард поврежденный это тиражировали четверо суток показывая в разных ракурсах и в разной нарезке при этом ну я скажу что даже им удалось посеять какую-то панику не панику а сомнение в умах наших граждан что действительно мы несем огромные потери но потом так как мы начали освобождать один населенный пункт за другим так как мы начали продвигаться и действительно информация с фронтов стала подтверждаться от российского от российского командования что войска отступают пропаганда замолчала и сейчас видимо получили очередную методичку ждали и сейчас все силы пропаганды расширской направлены на то чтобы максимально преуменьшить успехи наших войск в ходе в ходе контрнаступления кстати новый термин придумали помните раньше они был термин жест доброй воли это когда они отступали с острова Змеиный потом был термин отрицательное наступление потом был термин подождите а занятие господствующих высот а не выгодных позиций вот наиболее наша российская пропаганда говорила что войска отходят для того чтобы занять более выгодные более выгодные позиции сегодня новый термин придумали ну фантазия вещь неизмеряемая новый термин российские войска выравнивают линию фронта вот что хотя хотя если смотреть на карту линия фронта проседает и неравномерно так вот они отступают для того чтобы выравнять линию фронта кстати по поводу потерь вооруженных сил Украины особенно особенно что касается в технике то растиражированное видео которое сказали CNN опубликовала данные по согласно данных опубликованных CNN вооруженные силы Украины потеряли 16 машин Брэдли в ходе наступательной операции но это уже неделя боев за неделю боев вот так оценивают наши потери в тех 16 машин но Соединенные Штаты Америки Белый Дом тут же отреагировал на эту ситуацию и объявлено о том что в экстренном порядке в экстренном порядке будет эта техника будет восполнена для вооруженных сил Украины для сил обороны Украины и Белый Дом огласил еще один пакет помощи на 300 там по-моему 20 с чем-то миллионов долларов именно для восполнения потерь в бронетехнике сил обороны Украины так что в экстренном порядке это все будет восполняться ну я уже говорил про создание хабов кстати послезавтра Рамштайн который будет решать вопрос о создании хабов ремонтных хабов для восстановления техники сил обороны Украины ну понимаете это же будет это же будет практически все страны партнеры и каждый выдвинет какой-то свой хаб организует какой-то свой ремонтный пункт для техники которая может получить повреждения в ходе боевых действий вот такой вот такой вот мы развиваем развиваем вот так точнее мы развиваем нашу логистику далее ситуация на Херсонщине в районах затопления и на сегодняшний день на полдень сегодняшнего дня на правом берегу Херсонщины остаются подтопленными 3600 домов сейчас известно о 10 погибших утонувших людях это официальная это официальная статистика на сегодняшний день вот в результате теракта совершенного рашистскими войсками на Каховской ГЭС главное на сегодняшнее утро в этих событиях что уровень подтопления составляет 2 метра 70 сантиметров за вчерашние сутки вода отошла более чем от 200 домов в Херсоне вчера были обнаружены тела мужчины и женщины погибших в результате этой трагедии то есть когда вода от дома отошла зашли в дом семья утонувшая семья пропавшими без вести считается 42 человека к следующему сожалению это официальная статистика с правого берега реки Днепр на левом берегу мы не можем проводить рашистские оккупанты не допускают даже не допустили представителей ООН я вам вчера об этом рассказывал поэтому сказать что там творится сколько там еще потопленных домов сколько там погибших к сожалению я так понимаю мы это будем считать уже или будем констатировать факт уже только тогда когда освободим эти территории но прогнозируют что до конца этой недели вода должна вернуться практически должна вернуться в свое естественное русло водосброс он продолжается но уже не в тех объемах и подтопление потихоньку потихоньку спадает так что посмотрим набираемся спасательная операция продолжает на правом берегу полным ходом идет спасательная операция гуманитарные конвои идут от всех стран партнеров они передают гуманитарный груз мы разворачиваем там и насосные станции и продолжает у нас патрули и спасает животных и спасает людей спасает там частично имущество если есть такая возможность так что битва с водной стихией со зверствами или с геноцидом экоцидом со стороны расшизма продолжается далее британская разведка нам сообщает о том что расширская федерация начала получать иранские шахеды в массовом количестве они открыли новый путь через Каспийское море и уже то что возили самолетами небольшие партии это уже я так понимаю в прошлом теперь возят кораблями так что мы можем в последнее время в ближайшее время можем увидеть резкое увеличение количества шахедов применяемых в ходе воздушных атак по всей территории Украины Россия предполагается что Россия начала точнее не предполагается есть данные что Россия начала передачу самолетов Су-35 Ирану кстати это египетские это самолеты из той партии которая предназначалась для ВВС Египта Египет отказался по-моему в 20-м году и они сейчас находятся на заводе в Комсомольске на Амуре и вот потихонечку разведка отмечает что самолеты начали оттуда убывать их перегоняют по ну я так понимаю что Путин выдавливает он даже здесь своих же тех кто его поддерживает он пытается из них вить веревки и выкачивать максимум выгоды Рашисты перегоняют по одному два самолета выкачивая из Ирана практически все что он может предоставить в частности дроны в частности там электроника ну и как тоже говорит западная разведка что скорее всего Иран станет основной артерией для серых и черных схем поставок санкционных товаров в Рашистскую Федерацию так что западные партнеры западный мир начинает планировать свои действия исходя из того что Иран надо вернуть в жесткие рамки международных санкций так что я думаю что в ближайшее время Ирану это все аукнется а также тем странам которые сегодня тоже грешат пять стран я называл это Казахстан Армения Грузия Иран и кто-то там пятое еще не помню кто попытается создавать серые схемы и помогать России закупать санкционные товары их тоже коснется гневная рука западного мира также издание Билд сообщает по поводу организации ведения боевых действий так вот Билд пишет что Украина не спешит вводить в бой такие подразделения которые вооружены танками Челленджер и боевыми машинами пехоты Мардер на сегодняшний день это значит что более масштабное украинское наступление еще впереди пишет издание Билд ну я вам говорил что масштабное наступление еще действительно впереди мы начали контрнаступление но пока еще не в том масштабе в котором оно спланировано когда оно начнется вот очень интересно сформулировал журналист издания немецкого что активное продвижение начнется тогда когда вооруженные силы определяют слабые участки российской обороны вот такая вот вот такая вот новость ну и сегодняшним наверное вишенкой на торте это будет сообщение из Крыма тут два сообщения таких одно коротенькое второе интересное в Российской Федерации приняли решение сегодня с утра вывести максимум кораблей на боевое дежурство в Черное море несмотря на сильный шторм причем самое интересное что в список кораблей которые вышли в море на боевое дежурство нет ни одного носителя крылатых ракет Калибр какой был смысл выводить эскадру в штормовое море ну это наверное загадочный русский мир ну что ж пусть покачаются на волнах пусть померзнут там на ветру потому что даже в такое время года ветра на море очень холодные и сырые мокрые ну а также в результате воздействия неизвестных дронов Российская Федерация потеряла в Крыму свои глаза самую крупную радиолокационную станцию которая просматривала все Азовское побережье и часть Приазовья вот а также половина часть акватории Черного моря это это станция радиоэлектронная станция дальнего обнаружения которая была закончена ее строительство и запуск в восемнадцатом году это новейшая станция которую построила Российская Федерация в Крыму она уничтожена уничтожена самое главное сами радиолокационные излучатели так что Тарханкутский полуостров там она расположена на побережье Крыма и спутниковые снимки подтвердили естественно российская пропаганда молчит как рыба об лед все хорошо у них ничего не случилось вот а спутниковые снимки показали значительные повреждения на излучателях самих радиолокационных стана огромные купола и в этих куполах большие дырки от взрывов фактически это были глаза которые контролировали все южное побережье Украины и значительную часть акватории Черного моря ну что ж глазки закрылись теперь Российская Федерация не сможет видеть ни побережье Украины ни акваторию Черного моря вот такие военные военно-политические события произошли за прошедшие сутки на этом мы с вами первую часть нашего обзора заканчиваем я делаю по традиции паузу по традиции приглашаю те кто не подписан подписаться на мой канал те кто смотрит мой канал поставьте пожалуйста этому видео лайк для того чтобы вы могли увидеть как можно больше людей и через некоторое время мы с вами продолжим продолжим мы с вами как обычно по традиции это ответом на те вопросы которые вы прислали к предыдущим видео и первый вопрос сегодняшнего дня будет звучать следующим образом паналэжи вейска Ахмад Чай частейше стали показывать технику яка до них пришла с Китаю что вы про це можете сказать дякую да да действительно Кадыров опубликовал кадры выставки в грозном бронемашин китайского производства также огромное спасибо гражданам Казахстана тем сознательным гражданам которые отсняли видео движения эшелонов воинских эшелонов от китайской границы в сторону российской границы через Казахстан и на этом видео мы можем наблюдать какие и сколько единиц техники перевозится из Китая именно китайской техники в Российскую Федерацию Китай кстати после того как эта новость получила огласку Китай начал включать заднюю и официальный Китай отрицает какие-либо поставки обещает разобраться что это за видео и какая там китайская техника или не китайская но при этом а и при этом Китай очень хит ну как всегда действует Китай он переложил ответственность на на тех кто сообщил об этой новости что тем средствам массовой информации которые об этом сообщают надо бы очень тщательно проверять источники что это за машины и кто их поставил в Российскую Федерацию почему Кадыров на них катается то есть Китай еще сделал виноватыми те кто опубликовал точнее пытается сделать виноватыми те кто опубликовал эту новость но я могу сказать так что я не исключаю такую возможность что Китай Китаю главное сохранить Россию в том виде в котором она сегодня есть то есть в виде империи неважно это будет Путин это будет Патрушев или кто-то другой или какой-то комитет Главное чтобы там не пришли демократы главное чтобы Россия не развалилась а почему потому что Китай хочет скорее всего хочет объединиться в будущем объединиться с Россией в противостоянии с Западом и Соединенными Штатами особенно Соединенными Штатами поэтому Китай всячески будет из-под тишка стараться помочь Рашистской Федерации для того чтобы она не рухнула посмотрим как у нее это получится но я предполагаю что вот эти машины которыми хвастался Кадыров на мой взгляд вряд ли попадут в Украину для для использования на линии фронта скорее всего эти машины сейчас кстати Кадыров анонсировал что его подразделение Ахмат Чай поедут в Белгородскую область защищать Россию матушку вот так что вот русские защищают защищают типа Россию ну на самом деле Кадыровцы и вот скорее всего эти бронемашины будут использованы потому что ни тигров ни там тайфунов ничего этого же не осталось все уже все уже в металлоломе и все уже получило свои повреждения то что еще не получило повреждения все находится в Украине они выгребли весь парк боевых бронированных машин в частности той же самой Росгвардии поэтому может быть они закупили китайские для того чтобы сейчас организовывать оборону в Белгородскую область обратите внимание Кадыров не собирается воевать у него есть там батальон Ахмат вот он его там жрет в Марьинке они там погибают в этих бессмысленных атаках мясных штурмах наших позиций вот а остальных он хочет ехать защищать они там с Пригожиным ну не знаю думаю договорятся они же договорились одним телефонным звонком решили проблему стрелку по телефону разрулили как у них там принято говорить потому что Пригожин тоже рвался говорил дайте мне приказ я поеду со своими бойцами защищать Белгород то же самое говорит Кадыров так вот вроде как есть информация что кадыровские наемники будут перемещаться в Белгород скорее всего на вот этих китайских машинах но против кого они будут в какую сторону они повернут штыки тут еще очень вопрос вполне возможно что изначально может быть и в сторону нашей границы потому что надо будет сдерживать поток беженцев бегущих военнослужащих Рашистской Федерации с нашей территории вот может быть для этого а уже потом дальше дальше я бы сказал так у меня есть мысль что это эти машины и эти кадыровцы будут использоваться для внутреннего применения в самой Российской Федерации на чьей стороне но это уже время покажет расскажите пожалуйста что что за противокорабельный комплекс БАУ и ракеты Х-35 и Х-35У появились в Брянской области насколько я понял он может пускать ракеты по наземным целям хоть и противокорабельный смотрите да действительно это противокорабельный ракетный комплекс который имеет в своем составе один комплекс имеет 4 пусковых установки радиолокационную станцию и комплекс машин боевого управления командный пункт две ракеты Х-35 ракета дальность пуска 120 км и ракета Х-35У дальность пуска 260 км некоторые заявляют ну заявляла сначала пропаганда российская что 500 км вот они умеют это преподнести сказать все ракета 500 км а потом они снизили до 300 а открываешь тактика технической характеристики там написано 260 вот так вот так вот на каждой пусковой установке 8 контейнеров с ракетами темп стрельбы примерно не более 3 секунд то есть 8 ракет уходят за 24 секунды это при максимальном максимальном точнее минимальном темпе стрельбы головная часть в каждой в точнее ракета весит стартовая масса ракеты 620 килограмм и один комплекс составляет залп из 64 ракет да к сожалению если брать они ракеты используют контрастную головку самонаведения точность у них довольно низкая по наземным целям по надводным целям она считается более точная потому что ну контрастная цель на водной глади любой корабль или подводная лодка в надводном положении это контрастная цель а вот по сухопутным целям ситуация может быть некоторые источники экспертные сравнивают эти ракеты по точности с Х-22 то есть Х-22 может определить примерно контрастную цель большую и может в нее попасть вот помните как в кривом рогу это было в кривом роге точнее это было попадание в супермаркет ракета определила как большую контрастную цель вот такое здание таких размеров тем более что как правило супермаркеты оборудуются или фасады супермаркетов делаются из сэндвич панелей а это они имеют металлическую пластину с обоих сторон вот такая контрастная цель для ракеты Х-22 то же самое возможно и для ракет Х-35 У и Х-35 вот то есть точность этого комплекса будет крайне низкая но дальность 260 километров вот Брянская область открывайте карту ставьте там есть значок измерения дальности радиус 260 километров отмеряйте к сожалению до Киева достает так что и до других городов тоже это говорит о нескольких вещах это говорит о том что видимо запас ракет С-300 тоже заканчивается с крылатыми и с ракетами и с баллистическими ракетами мы разобрались уже счет идет скорее всего на десятки не на сотни а на десятки а вот с С-300 скорее всего там счет идет уже ракеты может быть и есть и может быть их даже еще много но и переделывать они их успевают в класс земля-земля тем что ставят допустим там блок GPS навигации в эту ракету и делают ее класса земля-земля но пусковые установки дело в том что пусковая установка имеет лимит по количеству пусков ракет потом надо пусковую установку отправлять в капитальный ремонт она нуждается в ремонте после такого многочисленных пусков так что скорее всего они прибегли к тому что этот комплекс на сегодняшний день в составе вооруженных сил Рашидской Федерации из открытых источников числится 44 пусковых установки также еще есть такой комплекс во Вьетнаме поставки осуществлялись в девятом и десятом годах и есть два комплекса в Венесуэле вот они ничем не отличаются они там бал бал тире е то есть экспортный экспортный вариант вот такой вот применялся этот бал в ходе нашей войны есть применение это 23 апреля текущего года то есть буквально два месяца назад ракетами Х-35 был ракетой одной Х-35 был нанесен удар по городу Николаев видимо они попробовали поняли что да он достает да он стреляет поэтому скорее всего и приняли решение что его они видите они вытягивают все что есть все что можно вытянуть на на сегодняшний день кстати я там вспоминал вот комплекс земледелия минирования пишут комментарии что типа все видели его на фронте ролик рекламный ролик да все видели и он в интернете гуляет но вы же слушайте внимательно он не получил массового производства этот комплекс земледелия также и комплекс БАЛ видите 44 пусковых установки разделим 11 батарей на сегодняшний день в составе вооруженных сил Российской Федерации ну посмотрим будут они думаю что применять скорее всего будут раз как говорят ружье висит на стене аначе оно должно до конца спектакля выстрелить раз комплекс появился на наших границах скорее всего будет применен бороться с ним довольно тяжело еще напомню что там ракета хоть и дозвуковая она крылатая но она идет на сверхмалых высотах и соответственно обнаружить ее будет крайне тяжело вот такая вот характеристика следующий вопрос а як вы вважаете якщо Туреччина та и елидер с Путином на ты а Туреччина е в НАТО не може там бути розголос информации я маю на увазе с этой стороны Туреччины для России або Угорщины и ТЭШ для России конечно конечно есть причем я думаю что может быть не напрямую а косвенно и насказательно но 100% но вы же не забывайте что в штабе НАТО тоже ж не глупые люди сидят я не прекрасно это понимаю не понимаю что Вердоган может рассказать все что все что он считает в интересах Турции все он может сообщить Путину поэтому для того чтобы избежать тот же самый Орбан то же самое все что в интересах Венгрии как считает Орбан он может рассказать Путину и я думаю что вполне рассказывает никто там не стесняется своя рубашка ближе к телу но для того чтобы не допустить утечек таких утечек информации больших я думаю что и венгерские представители и представители Турции они просто в этом случае не ограничиваются к допуску к информационной к допуску к той информации которая носит гриф секретности или которую руководство Пентагона у этого альянса североатлантического считает что не стоит посвящать ни Венгрию ни Турцию там есть такой механизм и есть такая возможность когда информация доводится только до того круга лиц которые которые могут быть допущены к этой информации точно так же как и проведение совещаний то есть такие большие вещи там как саммиты конференции это проводится в полном составе там особенно где надо голосовать принимать решения а когда идет боевая работа когда заседают оперативные штабы то этот штаб формируется под определенную задачу и допуск к работе этого штаба могут как предоставить так и лишить в любой момент независимо страна член НАТО или не член НАТО если ты не принимаешь участие в этой операции то ты можешь быть недопущен к этой информации вот скорее всего таким образом НАТО защищается от этой утечки но то что Эрдоган и Орбан сдают информацию Путину я даже ни секунды не сомневаюсь слава Украине заявилась информация о нибудь расисты перемещают в Брянску а ну я уже это рассказал это повтор про комплекс бал пропускаем Питание Виказали за Израильскую систему оповещения а от в мене питание что з тією системой оповещения что тестировалось в минулому році влитку осенью памятаете на мобильный телефон приходит сигнал від Державної служби надзвичайних ситуаций про небезпеку її вже протестували і вдосконалюють що з нею буде що з нею чи це щось інше нове слава Збройним силам України нет це все со временем це все буде работать в комплексі смотрите вони ну как бы будем так говорить це разные немножко системы но в перспективі вони будуть работать в единой системе оповещения сейчас та система военна ее часть система оповещения израильская она связана с нашей воздушной разведкой и она она работает в общей системе противовоздушной обороны страны или противоракетной обороны страны она определяет степень важности целей она определяет места куда предположительно летят цели и соответственно включает систему оповещения ну пока еще она управляет только в я так понимаю сиренами воздушной тревоги с другой стороны мы в стране создаем на базе наших мобильных операторов это очень сложный процесс потому как большое разные организации задействованы большой единую систему оповещения в стране она может работать как единая система и может работать избирательно и в перспективе я так понимаю что эти две системы должны быть объединены и вот эта система оповещения о воздушном нападении она будет кроме того что включать сирены воздушной тревоги она будет присылать смс на мобильный телефон причем на те телефоны которые находятся в зоне где будет объявляться воздушная тревога то есть понимаете какой сложный механизм надо придумать алгоритм чтобы эта система заработала поэтому у нас создана в стране система оповещения для граждан причем она может использоваться не обязательно только по воздушной тревоге по любым мероприятиям как природные катаклизмы техногенные катастрофы там ну другие какие-то экстренные оповещения в экстренных ситуациях она может использоваться комплексно но в том числе в перспективе я так понимаю она будет подключена и к системе оповещения которая следит за нашим небом за воздушными атаками со стороны ну в частности сегодня со стороны Российской Федерации пока это две разных системы но в перспективе это будет одно целое согласно открытым данным в ракетах Петриот от 24 килограмм до 90 килограмм взрывчатки а вы говорите что Петриот уничтожает цель прямым столкновением смотрите там разные ракеты вы же смотрите какие у нас комплекс Пак-3 у него самая современная ракета и там не говорится о том что в нем 24 килограмма взрывчатки там говорится что боевая часть с фальфрамовым стержнем весит 24 килограмма там ни слова про взрывчатку не говорится а вот в ракетах для комплекса а в других ракетах более ранних там по-моему МИМ-104 раз нескольких модификаций вот у них до 90 килограмм взрывчатки но сегодня как в более вполне возможно что применяется и ракета МИМ-104 которая взрывается в воздухе мы видим вот эту вспышку и огромный бабах когда работает Петриот вот но по баллистическим целям применяются вот эти самые Уэмми по-моему ее маркировка этой ракеты там современная ракета которая действует исключительно кинетической энергии то есть энергии удара имеет вольфрамовый стержень которым и наносит поражение в любом случае Петриот работает одна ракета одна цель я имел ввиду конечно же самую современную модель и нам самый современный вариант Петриота передали Пак-3 поэтому то что ракеты есть с вольфрамовыми стержнями которые именно таранят таранят воздушные цели они сто процентов у нас есть если ракеты осколочно-фугасные ну думаю что тоже есть типа 104 модификации ракеты она кстати перешла к комплексу с версии Пак-2 на версию Пак-3 то есть на последнюю версию думаю тоже что она есть хотя скорее всего Петриот используется исключительно по баллистическим по баллистическим целям поэтому скорее всего заряжает его именно вот этими самыми новыми ракетами с фольфраумами и стержнями для для сбития баллистических целей потому что другие варианты крылатые ракеты мы можем сбивать и там на Самс или Ристе разные ИС-300 может сбивать крылатые ракеты и даже пулеметные расчеты мобильных групп тоже могут сбивать крылатые ракеты самая главная задача Петриота борьба с баллистикой поэтому я высказал такое предположение к сожалению открытых данных о том какой боекомплект поставлен к Петриотам на сегодняшний день нету но из логики исходя я думаю что там ракеты вот эти там где боевая часть без взрывчатки но с вольфраумовым стержнем я так понимаю что логика урошистов подорвать как можно больше дам по руслу реки и таким образом замедлить или остановить наступление вооруженных сил Украины а наши органы управления заявляют что мало как повлиять на наступление правда ли это или просто лишь бы успокоить население спасибо за информацию и слава Украине да действительно рашистская федерация рашистские войска взрывают все что можно взорвать они не знают как остановить видите даже контратаки которые они предпринимают они не приносят никакого результата то есть мы уверенно пока что еще потихонечку я бы так сказал не спеша с осторожностью но в любом случае мы продвигаемся вглубь обороны рашистских войск вглубь оккупированных территорий и поэтому как все для победы помните когда-то он говорил такой лозунг замполита все для победы вплоть до предательства так вот они взрывают все что можно взрывать но действительно вот эти дамбы на местных водохранилищах они имеют небольшой объем воды и и там нет такого массового разлива и там если затопит один луг или один населенный пункт это не сыграет роли в плане остановки наших войск всегда место затопления можно обойти может быть это будет чуть дольше может быть это будет чуть труднее может быть это даже в каком-то какой-то мере и задержит ну допустим на сутки на сутки наши войска пока будут искать пути обхода или допустим в любом случае вода за сутки не сойдет хотя может быть объем такой что она и сойдет за сутки так что они просто пытаются вот все что угодно знаете как в фильме боевике когда герой какой-то бандит убегает от полиции он что делает он все кидает под ноги сзади бегущим чтобы хоть как-то остановить или оторваться от преследования то же самое делают сегодня расистские войска на нашей территории но это не все равно не приносит существенного влияния на общий ход операции поймите операция проводится в огромнейшем масштабе масштабе практически всей линии фронта даже подрыв Каховской ГЭС я думаю что через пару недель уже будет рассматриваться вариант если он был то когда вода сойдет то вооруженные силы Украины могут вернуться к какому-нибудь другому варианту наступления на юге Украины вот тот вариант который сегодня действует но вариант допустим с Днепром он мог быть отложен из-за разлива Каховской ГЭС да здесь объем воды здесь масштабы и как все говорят и эксперты и аналитики что разлив подрыв Каховской дамбы мог повлиять на планы генерального штаба вооруженных сил Украины ну и немножко их скорректировать но немножко а не там отменить или изменить этого такого не будет так что к сожалению дамбы рвут нам это все восстанавливать но тем не менее на существенно на ход контрнаступления это не повлияет ну что ж мы на этом с вами вторую часть нашего видео обзора закончим у нас остается третья часть это приветствие пожелания комментарии которые вы прислали к предыдущим видео и первый комментарий сегодняшнего видео обзора будет следующий в декабре 2013 года по визитам тогдашнего президента Украин Януковича в Китай и его переговоров с представителем Китайской Народной Республики Сидзипин было обнародовано совместное заявление о дальнейшем углублении отношений стратегического партнерства в документе отмечалось что китайская сторона в соответствии с положением резолюции 984 Совета Безопасности ООН а также на основании заявлений правительства Китайской Народной Республики от 4 декабря 1994 года о предоставлении Украине гарантии безопасности обязуется ни при каких условиях не применять ядерное оружие и не угрожать его применением против Украины как государства не обладающего ядерным оружием кроме того в условиях если Украина станет жертвой агрессии с применением ядерного оружия или угрозы осуществления такой агрессии Китай поддерживает предоставление Украине подтверждает точнее предоставление Украине соответствующих гарантий безопасности к чему я зачитал этот комментарий это к ответу на вопрос как Китай отреагирует на ядерный шантаж Российской Федерации на ядерный шантаж который иногда звучит из уст Путина или его так что Китай официально подписался под такими гарантиями поэтому он и категорически выступает против применения ядерного оружия в нашем конфликте я думаю что у Китая есть рычаги для того чтобы убедить Путина не делать этот шаг подрыв крымского титана не приведет к экологической катастрофе завод титан производит пигмент диоксид титана для титановых белил в частности нерастворимые в воде красители они тяжелые в воздух облаком не поднимутся а еще железный купорос и неограниченные неорганические кислоты во время боев на Донбассе русские раздолбали там кучу больших химических предприятий органической химии например раскатки красителя имеется ввиду красителя это завод краситель зарю завод азот в треугольнике да были выбросы но катастрофы не произошло а титан по сравнению с той же заводом заря это детский лепет слушайте огромное вам спасибо за такой комментарий и что вы разъяснили кстати да я вспоминаю когда Лисичанск Северодонецк Лисичанск штурмовали расистские войска там было попадание было оранжевое облако в хранилище по-моему аммиака или аммиачной кислоты какой-то было и запах распространялся но нам тогда повезло сказочно повезло потому что ветер был в сторону расистских войск и они там сидели нюхали то что они бабахнули в химпредприятия да действительно было а вот видите оказывается Титан не представляет такой серьезной угрозы в плане техногенной катастрофы Олег Жданов у нас в Тель-Авиве напротив российского посольства повесили большой плакат Иисус Христос еврей твоя машина немецкая твой кофе бразильский твой костюм итальянский твой телевизор японский ну почему твой сосед не может быть другой национальности я знаю что такие плакаты иногда встречаются в разных странах в разных учреждениях и многие цивилизованные люди понимают смысл этого плаката но это не для русских не для россиян если бы они понимали смысл этого плаката этой бы войны не было и Путин бы не был президентом России полицейское государство в котором не признают законы которое не защищает свой народ а убивает его в угоду своих корыстных интересов это не Россия это концлагерь пора бы понять это всем включая самих россиян дякую всем странам которые поддерживают и дают помощь впевнена что каждый день и каждая события наближает Украину к победе дякую всем украинским воинам за их добрость смеливость и героизм в защите Украины Израильская армия отличное вооружение большая армия и гарантии что США вмешается с такой моделью безопасности нам и НАТО не особо надо тем более думаю нам не надо нам тем более думаю там не только США а и Англия Эстония Польша Литва Латвия и возможно даже Молдова с Румынией такое себе мини НАТО стран 15 включая три сильнейшие в мире США на суше и в воздухе Англия на море и Украина победившая вторую армию мира и еще неизвестно кто кому проситься будет мы к НАТО или они к нам ну вот такая вот по поводу Венгрии первое хартия Европейского Союза предусматривает приостановку членства но не исключение Венгрию просто невозможно изгнать легально а чтобы изменить хартию нужно единогласное решение всех членов Европейского Союза включая естественно Венгрию так что никак второе Орбан к сожалению выиграл выборы совсем недавно с небольшим но решающим перевесом никаких возгласов о подтасовке выборов замечено не было приходится признать что большинство венгерских избирателей реально поддерживают микроимперскую политику Орбана третье боюсь что заявление автора о тоталитарном режиме в Венгрии чистая выдумка можете процитировать западные источники это не западные источники это вывод мой и некоторых политологов четвертое изгнание Венгрии из НАТО также нереально вот такой вот комментарий на ситуацию которую я вам обрисовал вчера в Венгрии мой знакомый из Новой Каховки гражданин Украины а не России пишет у соседки в Новой Каховке погибли все пчелы 35 ульев все утонули ее муж с 1 июня из-за ранения во время обстрелов попал в больницу они с мужем ульями занимались 20 лет сидит с нами на чердаке и плачет не знает что делать что теперь ей делать все пропало и дом и куры утопли и собака у нее пропала мы свою собаку собачку успели с цепи снять и с нами на чердак забрали вот сидим на чердаке с соседкой ждем когда нас отсюда МЧС спасет вокруг одна вода и крыши домов и крыши домов вода еще не спала газ есть он у нас в баллонах связь иногда появляется вот решили написать вам пока есть связь вот такое вот сообщение я надеюсь что вы как-то себя обозначили надо же как-то какой-то ли флаг выставить или какой-то ориентир для того чтобы МЧС понимало что в этом доме на чердаке есть люди потому что если сидеть на чердаке в закрытом закрытым то вас конечно же искать будут пока вода не сойдет согласно сообщениям российского твиттер начальник штаба 35-й общевойсковой армии генерал-майор Сергей Горячев был убит 12 июня в результате ракетного обстрела украинскими войсками я думаю что это самый высокопоставленный российский офицер погибший в ходе конфликта на сегодняшний день если это так то можно предположить что он был не один и что другие старшие офицеры и ключевые сотрудники штаба также были убиты или ранены в прошлом году у нас была целая серия русских генералов можно только надеяться на повторение в 23-м году я тоже только надеюсь что мы повторим эту серию сегодня вооруженные силы Украины на Донецком направлении был сбит ударный вертолет К-52 это уже 73-й на счету ВСУ зачет воины а вы считаете по типам потому что вертолет 300-й а вот именно Кашка К-52 73-я хорошо спасибо за информацию Олег по поводу Дня России вы забыли отметить главное первоначально этот праздник называется день принятия декларации о государственном суверенитете РФ в этот день в 90-м году РФ объявили о суверенитете то есть фактически о независимости от СССР а значит и от Украины которая тогда входила в СССР и в декларации территории Украины российскими не объявлялись так что когда они празднуют этот день и Ведмедев грозится от наш адрес пусть откроют учебник истории и подумают какими они жалкими выглядят и с какими целями они напали на Украину вот такой исторический комментарий может Олег может быть вас услышат левый берег Херсона Олежки сегодня закрыли город на карантин у нас нет газа света и воды скотина утонула огороды с овощами в воде все запасы утонули в городе нет еды совсем все магазины пустые нет лекарств русские не разрешают привезти с сухих мест ничего утонувших хороним где придется в голой пристани так же мы просто медленно умираем вот такой вот крик души с левого берега где пануют российские оккупанты аммиак вообще не яд а даже удобрение в жидком виде только опасен а в таком виде летом на улице и часа не пробудет кроме запаха на штыря нет опасности 200 тонн это 5-10 километров поражения а и вновь а и вонь на десятки километров а еще вот комментарий один фигня по поводу аммиака легче воздуха и наверх быстро уходит к самолетам защита дыхания просто мокрое полотенце на лицо не горит в воздухе километра за километром и через несколько дней хаймарс и 155-мм артиллерия начнут доставать до Бердянска и Мариуполя ну это очень хотелось бы надеюсь что так оно и будет российская армия сегодня уничтожила 6 мирных жителей Кривого Рога украинская армия сегодня уничтожила начальника штаба 35-й армии Российской Федерации генерала Горячева это был ответ на вопрос кто воюет с гражданскими а кто противостоит военной агрессии ну по Кривому Рогу это данные о вчерашней трагедии там тоже погибло в результате обстрела я живу в Германии уже 30 лет потому потому что я немка из Латвии мой муж Йозеф немец я рассказываю ему о том как хорошо помогает Украине оружие из Германии и он очень рад поэтому мы оба желаем Украине скорейшей победы слава Украине слава ее героям пожалуйста зачитайте наше пожелание с уважением Людмила ну вот имя правда у вас не латвийское и не немецкое добрый вечер мы антифашисты из антирашисты из России слава Украине ну молодцы бои уже идут у Старомлыновки ничего себе разведка боем километров 20 за 4 дня ну не знаю я насколько это правда если вы свидетель очевидец то ваши слова до богу уши как говорится ну что ж вот на такой оптимистической ноте на таком хорошем комментарии мы с вами закончим сегодняшний видео обзор я благодарю вас за ваше внимание за ваше время что вы досмотрели до этого момента как обычно напоминаю кто не подписан подпишитесь на мой канал кто смотрит это видео поставьте ему пожалуйста лайк для того чтобы вы могли увидеть как можно больше людей также огромная благодарность тем кто поддерживает мой канал и спонсорам канала ну а мы с вами продолжаем верить в силы обороны Украины перемога наша слава Украины субтитры